Проект «Я помню». Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Захаров Аркадий Арсентьевич. Интервью и литературная обработка Юрий Трифонов. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Опубликовано 25 апреля 2010 года. Часть 2. Мы подошли к центру Белоруссии, но когда началась операция «Багратион», нас повернули вправо в Прибалтику. И вот 6 июля 1944 года в наступательных боях в районе Воробьёва Витебской области моя пулемётная рота поддерживала наступление 3-го стрелкового батальона. В этих боях рота уничтожила две автомашины, мотоцикл и до 40 гитлеровцев. Это получилось очень просто. Когда мы наступали, немцы текали от нас, и тут появились у них на передовой неожиданно машины снабжения или ружейные, или что-то такое там. Мне пришлось тогда эти машины уничтожить. После я лично накрыл огневую точку, в которой ничтожил 7 немцев. Мы тогда из танкового пулемёта много шороху по немецким тылам наделали. Приказом 9-й гвардейской стрелковой дивизии номер 237Н от 22 августа 1944 года за проявленную отвагу, мужество истребление гитлеровцев товарищ Захаров был награждён орденом Красной Звезды. В этом бою я был вторично ранен в ногу. Это было в лесу, когда мы наступали. Немец где-то остановил наших соседей, а мы все шли вперёд. И на одном фланге батальона так получилось, что где мы шли, немцев вытеснили, а справа немцы ещё оставались. И вот когда мы прорывались, я с пулемётной ротой шёл, справа начали стрелять и опять по мне целились, снова ранили автоматной пулей. Второе ранение было в правую ногу, здесь мне операцию не делали, а просто залечили. Причём так удачно, что сейчас столько пятно осталось. После госпиталя, уже будучи в звании лейтенанта, я был назначен на должность начальника штаба 3-го стрелкового батальона, 31-го гвардейского красносномённого стрелкового полка, одновременно являясь заместителем командира батальона. Во-первых, начальник штаба не означало, что я находился в тылу батальона, я был всё время рядом с комбатом. Во-вторых, в мои задачи входила практически вся штабная работа, и в атаке принимал участие, тянул за собой, особенно в Прибалтике, и постоянно держал связь со штабом полка, следил, чтобы батальон был полностью обеспечен боеприпасами. Надо было описать обстановку и доложить командованию. У себя в батальоне я также готовил план боя, рисовал стрелочки. Кстати, в штабе батальона я был один, штатной численности у нас никогда не было. Комбат, я, ординарцы у каждого, но ни водителя, ни легковой машины у нас и в помине не было. Даже лошадей мы не использовали, так же топали, как и солдаты. Вспоминаю, что когда мы передвигались пешком, идёшь ночью, спишь на ходу, поверите или не поверите, видишь сон. Самым счастливым я себя считал, если я мог удержаться за телегу. Когда обоз нашёл, тогда можно было спокойно держаться и спать на ходу. А когда говорили «привал», тут же кто где стоял, там и падали, и засыпали. Бывало прямо на снег. Только слышим команду «подъём», встаём, и сами почти что спим и идём дальше. Пехота наша в плане моторизации всю войну была слабовата, вот у немцев всегда были машины и мотоциклы. А мы пешком пол Европы обошли. В феврале 45-го года нашу дивизию переводят с 1-го Прибалтийского фронта на Ленинградский фронт. Мы вели бои по разгрому немецкой группировки «Север», прорывающейся после прорыва блокады Ленинграда в Восточную Пруссию. Мы тогда наступали на них довольно сильно. Получалось так, что мы наступаем, а где-то рядом, параллельно, отступают соседние немецкие части. Шли вровень. Даже опасались, чтобы в окружение не попасть. Слава богу, мне за всю войну в окружение не довелось попасть. Наш батальон проходил через огромные болотные территории Прибалтики. Это не так просто. Идти было очень тяжело. Приходилось в другой раз в болоте все документы вымазывать. Вся одежда была в глине. Кроме того, там настоящие топи. Приходилось смотреть за каждым шагом. И вот в наступательных боях с 20 февраля 45-го по 27 февраля 45-го года в районе деревни Жибалы Латвийской ССР при прорыве обороны противника батальон 20 февраля во время тяжелого штурма овладел населенным пунктом Баубли. Это были очень тяжелые бои. Нашу дивизию специально бросили в атаку, чтобы не дать немецким частям прорваться в Восточную Пруссию, особенно на участке нашего полка. Надо было во что бы то ни стало прорвать оборону противника. Нам противостояли ССовские дивизии. Они отступали, мы должны были блокировать дороги и не дать им возможности вырваться из мешка. Их надо было уничтожить здесь. И когда наш полк и наш батальон шел впереди, то мы как раз на участке Баубли прорвали оборону и сделали небольшой обход, начали громить тылы. Тут бои были тяжелейшие. Немцы, которым уже деваться некуда было, устраивали плоты, чтобы тикануть в Швецию. Но в этой дивизии никто не сдавался. Матерые ССовцы. И вот в этих боях нам пришлось с ними долго воевать. Потом мы вышли вперед и соединились с нашими частями. На протяжении семидневных боев мне пришлось обеспечивать батальон бесперебойной связью и снабжением боеприпасами. Надо отметить, что как таковой задачи корректировки артогня или вызова авиации у батальона не было. Мы в батальоне четко выполняли указания полка. А чтобы вызвать авиацию, это только комполка делал. Но, конечно, мы докладывали о том, что есть точки противника, которые надо обработать. Мы доносили, что при наступлении не можем прорвать оборону массированный огонь. И просили помощи артиллерии и авиации. Так что представляете, сколь многое зависело именно от бесперебойности связи. Приказом 6-й гвардейской армии номер 368 от 2 марта 45-го года я был награжден орденом Красного Знамени. За ходом этих боев наблюдал командующий 6-й гвардейской армии генерал-полковник Иван Михайлович Чистяков, поставивший нашему полку задачу войти вглубь войск противника и выйти на ударные позиции в тыл врага. Когда приказ был выполнен и все стихло, мы расположились на отдых. К нам прибыл на легковой машине сам командующий 6-й гвардейской армии и перед строем полка вручил мне и командиру батальона ордена Красного Знамени. Тогда только Хоменко и меня наградили в полку такой наградой. Много фронтовых друзей не вернулось из боя, а с некоторыми мы расстались на фронтовых дорогах уже после войны. Все последующие годы я разыскивал дорогого для меня человека майора Семена Ивановича Хоменко, храбрый волевой командир батальона, душевный, честный товарищ. С ним мне пришлось бок о бок пройти много сражений с 3-м батальоном 31-го гвардейского краснознаменного стрелкового полка 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Он всегда прислушивался к моему мнению, выслушивал командиров рот. Это был очень боевой и грамотный офицер. После тех кровопролитных боев нашу дивизию отвели в прифронтовой тыл для пополнения личного состава. Потери доходили до 25-30% личного состава. Все это убито и раненое. Батальон наибольшие потери понес во время зачисток траншей. Во-первых, немецкое вооружение было мощное. Вообще, во время прорыва дело было не в артиллерии и даже не в пулеметном огне. Сопротивление рядовых солдат больше всего мешало. Они держались до последнего. Танков с нами не было, мы сами прорывались. 76-мм пушки батальоны не предавались. Где-то в полковых порядках стояли. У нас были 45-мм для борьбы с бронетехникой. В апреле 45-го года мне присваивают очередное звание гвардии капитана и переводят на должность первого помощника начальника штаба полка. Там я был начальником оперативного отдела, готовил план боя, на штаба план боя проверял. Командир дивизии утверждал. Принимал участие в боях, особенно когда занимался оперативным руководством в подразделениях нашего полка. Так мы освободили в Прибалтике населенные пункты Вайнода и Приякули. Тут мне часто доводилось принимать участие в оперативных действиях. Выезжал в штабы батальонов, принимал планы боев, кое-где подсказывал что-то, советовался с комбатами. За что от имени Президиума Верховного Совета СССР был награжден еще одним орденом Красной Звезды за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте с немецкими захватчиками и за проявленное при этом доблесть и мужество. 1418 дней длилась война. Тяжелая, кровопролитная. Не раз я и мои товарищи были ранены, но после госпиталя старались вернуться в свой полк. Почти всегда не доедали, не досыпали. Месяцами жили в землянках, в окопах, прели в болотных топях, мерзли в снегу и коченели под секущим ветром. Бежали за танками, впиваясь в землю под авиабомбежкой. Теряли и теряли боевых друзей. Сколько раз оказывались на волосок от смерти. Но шли через все дорогами войны. Какой же нужно было иметь стойкость и какое мужество, чтобы все это выдержать и победить. Надо сказать, что мы шли к победе. Долгожданному и радостному дню 9 мая 1945 года. И вот 9 мая мы находились в городе Вайнада. Когда объявили немецкую капитуляцию, все начали стрелять в воздух. Такая была радость на сердце. Отпраздновали, конечно же. Другое дело, что не обошлось без происшествий. Наш химвзвод на берегу Балтики обнаружил несколько бочек, и солдаты думали, что это спирт. Напились вместе с командиром. Так многие погибли и ослепли. Это был метиловый спирт. Только кончилась война, и тут такое, представляете? Для полка это был очень печальный случай. Какое снаряжение всегда носили с собой, а от чего стремились избавиться? Выбрасывали в первую очередь противогаз. Он мешал сильно. Во вторую очередь лопата шла. Иногда ее не брали, иногда брали. Особенно она нужна, когда надо индивидуальную ячейку выкопать. К примеру, пошли в наступление, и где-то нас немец так прижал, что дальше пройти невозможно. Вот тут лопата тебя выручает. Сразу отрываешь ячейку. Ну а так, что еще бросать? Весь в мешке в основном питание, сухпайком. И патроны. Лишнего с собой не брали. Как бы вы оценили матерчатую ленту для Максима? Мы только такую использовали, металлическую нет. Единственное, когда принимаете ленту, ее надо немножко вперед тянуть, наклонно, чтобы патрон входил нормально. Конечно, у меня были случаи, когда патрон не в патронник попал, но такое случалось довольно редко. Какую жидкость вы использовали для охлаждения ствола с танкового пулемета при интенсивной стрельбе? В основном в кожухе был глицерин. Если вода, то она быстро нагревается и портит ствол. Так что мы его использовали. Кроме того, глицерин можно было использовать гораздо дольше, чем воду. Доводилось ли вам лично из пулемета открывать огонь не только по группам противника, но и по одиночным солдатам? Бывало, что по одиночкам мы били. Но, во-первых, это было не как правило. Другой раз видишь, один там бегает, больно резвый, думаешь, короткой очередью напугать его? Ради интереса, что ли? Какой станковый пулемет состоял на вооружении вашей роты на протяжении войны? Все время один. Максим, мы даже не слышали о новых пулеметах Дегтярева. У нас в дивизии их точно не было. Кто обучал вновь прибывшие пополнения в вашей роте? Во-первых, пополнения присылали не прямо из дома. Где-то они проходили, пусть краткую, срочную, но подготовку, а потом уже пополняли нас. А здесь, на передовой, мы, как обстреляны, им все объясняем. Бывало, что новобранцев я присоединял к опытному расчету. Он сначала прикреплялся, даешь инструкции наводчику или заряжающему, с чего начинать и как его натаскивать. Пусть начнет разбираться с подносом лент, а потом, когда новобранец, уже немножко обстрелянный, он может быть подающим, а потом может быть сам наводчиком. Сколько позиций обычно вырывалось для Максима? Во время боя только основная. Там на ходу выбирали. А вот когда стояли в обороне, то мы были или в доте, или в дзоте. Сидели и не нуждались в запасном месте. А вот когда мы были в траншеях, то там была пулеметная ячейка. Для каждого пулемета своя. Ее определяли, исходя из видимости территории. Наносили ли на пулемет белую сетку под снег? Как маскировали, Максим? Нет, мы ничего такого не делали, в моей роте такого не было. Маскировались, смотря по обстановке местности. Если только зеленой растительности много, то мы делали всякие деревья и ветки, чтобы загородить щиток. Маскировочную сетку мы не использовали. Существовали ли в вашей практике какие-либо хитрости при подготовке бруствера для Максима? Знаете, хоть по уставу и надо было делать специальное место для заряжающего, но по сути его основной защитой был щиток. Ну а для пулемета все зависело от местности. Если надо, то делали бруствер, прямо до кожуха делали. Если не было надобностей, то не делали. Во время боев мало кто занимался всякими научными изысканиями, действовали по обстановке. Вот во время контратаки под деревней Ольховец Белобородов видел мой пулемет то в одном, то в другом месте, потому что, как только я отстрелялся, немец засекал точку и сразу начинал минометный обстрел. Я сразу переходил в другое место. Там снова засекли, то я в третье место. Таким образом, сохранил и расчет свой, и сам уцелел. А вот во время боя заглядывать в устав, как правильно, то такой дурости у нас в войсках не было. Мы интуитивно все делали. Как бы вы оценили щиток для Максима? Он помогал или просто демаскировал позицию? Он действительно помогал. Было множество случаев, когда на нем были отметены от пуль. Если немцы засекали пулемет, как они пытались бороться с ним? Ну, если они имели возможность приблизиться на бросок гранаты, то всегда так делали. И так они делали не только с пулеметом, а с любой огневой точкой. Ну, а если на расстоянии засекали, то минометным огнем в основном. Артиллерия тут не всегда будет эффективна. Снаряд может перелететь, у него скорость полета такая, что пушку надо напрямую наводку, чтобы точно попасть. Как когда танк идет, мы 45-мм напрямую пускали и подбивали его. А так они в основном минометным огнем с нами боролись. Уничтожали расчеты. Их огонь был таким же, как и наш. И калибр был, как у наших батальонных и ротных маленьких минометов. Действие же мин было такое же, как и у наших. Поддерживали ли вашу дивизию при прорыве передовой танки? Танки раньше нас шли на прорыв позиций. Это даже в Прибалтике было. Для того, чтобы прорвать оборону, пускали их, а мы шли следом за ними. Но тогда уровень подготовки был несоизмерим со времен обороны Москвы. Артиллерия действовала очень хорошо. В тех боях, где я принимал участие, работали исключительно точно. Почему? Потому что прицельная стрельба была у наших уже более-менее точная. Под конец войны артобстрелы немецких позиций стали действительно массированы. Особенно наши «катюши» отличались. Впервые я услышал их выстрелы под великими луками. Я пошел в штаб полка и возвращаюсь опять на высотки и смотрю, что-то над головой пролетело, и что за такие громкие звуки раздаются, не пойму. Вроде не немцы, и сзади ничего не видно. Тогда я от греха подальше бегом к своему блиндажу. Тут еще раз залп. Я в смотровую щель вижу, что в Великих Луках пошли взрывы. Тогда мы все поняли, что это знаменитые «катюши». В начале операции «Багратион» была очень сильная артподготовка. Я бы сказал даже, что мы даже не ожидали столь великой мощи. Как в войсках относились к старшим офицерам? Они для нас были, я вам скажу, маяками. Очень мы хотели следовать за ними. Я лично любил Чистякова и Белобородова. Особенно мы гордились командиром дивизии Баурджан Мамыш Аулы. Он меня выбирал на парад победы. Сын казахского народа, в начале войны он был командиром батальона 8-й гвардейской панфиловской дивизии. Вот он, начиная от Москвы, постепенно дошел до полковника. Как бы вы оценили эсэсовцев как противника? Это был серьезнейший враг. Они, во-первых, редко сдавались в плен. Это были самые ярые сторонники Гитлера. Ну и всем ясно, что это были самые сильные войска Германии. Там, где были тяжелые бои, Гитлер пускал эсэсовские дивизии. Кстати, носили они серомышиную форму. Камуфляжа у них не было. Сталкивались ли вы со случаями авианалетов по своим? Очень редко, но такое действительно было. Самолет бомбы сбрасывает вроде правильно, а падали они на нашей линии, бывало. Самое опасное немецкое оружие. Андрюша, шестиствольный миномет. Он мог охватить большую территорию. Только расположились наши части, так он мог поразить на большое расстояние и многих побить. Так же и наша Катюша. Она охватывает огромную территорию. Авианалеты тоже были эффективны, могли многих побить. Особенно в битве под Москвой нам мешала немецкая авиация. Особенно фоке-вульфы. Мессер Шмидтов мы не чувствовали. Вот рама в войсках шороху наводила. И когда мы располагались при Балтийских лесах, то немцы делали налеты на самолетах вроде наших по два. Они бросали на нас ручные гранаты, летали в основном ночью. Днем мы бы их легко сбили, а не на небольшой высоте летали. Какое было отношение в войсках к партии, Сталину? Мы шли в бой за Сталина и за Родину. Сталин для нас во время войны был одним из вездущих, символов государства. Я сам несколько раз в бою кричал за Сталина, за Родину, вперед. Вот и сейчас о Сталине, мне кажется, неверно говорят. У него были ошибки, но вы о них пишите, но напишите и достоинства его. Если бы не Сталин, мы бы навряд ли такую войну выиграли. Он многое для страны сделал. Когда все правительство переехало в город Куйбышев, он сам остался в Москве, хотя ему предлагали уехать. Но он не стал этого делать, хотя в 30 километрах от передовой линии находился. Для нас, солдат, это было очень важно. Как вы относились к пленным немцам? В первые периоды войны мы, откровенно говоря, хотели их всех уничтожить. Желание было такое, тем более после всех тех сообщений, которые нам преподносили, что они вытворяли над нашим народом. Мы думали так, зачем им жить, если наши люди столько мук от врага перенесли. Это в первые годы войны. Но потом, когда они стали массово сдаваться в плен, тогда у нас было такое впечатление, мол, пусть идут и строят то, что разрушили. Самое эффективное наше оружие. Это танки, особенно Т-34. Артиллерия. Мы видели, что грандиозная помощь была. Кроме того, авиация наше господство в конце концов вырвала у немцев. Но надо сказать, что и пулеметы тоже свой вклад внесли в победу. Существовала ли субординация в войсках? Вы знаете, даже на фронте был порядок. Чтобы у меня какой-нибудь солдат забаловал, такого не было. И это даже тогда, когда я только прибыл на должность взводного. В моем первом взводе были рецидивисты, сидевшие в тюрьмах. И то лишнего не позволял им. Они вели себя как уголовники, чувствовалась у него натурой лагеря. Но с командиром они были четко в положении подчиненного. Один у меня был такой, спросил как-то, товарищ командир, в карты можете играть? Я ответил, могу, в любую игру умею, даже и в очко. Тогда он сказал, я сделаю карты. Тут я очень удивился, откуда же он их возьмет. Представляете, он из газет сделал, хлеб как-то специально приготовил, делал клей и давай играть. Мы с ним не на деньги играли. Но с офицерами в войну все четко, вежливо держались. Кроме того, в нашей армии не было такого понятия, как дедовщина. Что вы, там же солдат солдату спину прикрывает. Да и вообще мы были по-другому воспитаны. Сколько национальностей было в вашей роте? Был один татарин, немного старше меня. Как-то у меня очень сильно болел коренной зуб, где-то на передовой в окопах его застудил, так он нашел где-то в сгоревших деревнях плоскогубцы. Давай, товарищ командир, говорить мне, мы тебе сейчас этот зуб будем выдергивать. Я возмутился сначала, плоскогубцы-то были ржавые, а татарин в ответ, ничего не будет, все равно убьют, война ведь. Он мне зуб выдернул, и я его себе поставил уже после войны, когда вернулся в Андижан. Украинцы были, комбат Хоменко был родом из Украины, был один армянин, погиб в атаке, и главное, он был из Средней Азии, жил в базар-кургане в Киргизии, недалеко от Андижана, на границе. И вот как-то мы с ним разговорились, узнали, что оказались почти что из одного места. Но остальные русские белорусы. Но трений у нас никаких не было. Тогда выручали друг друга, интернационализм был сильнейший. Если кого-то ранило, и он не может встать и уйти, то рядом солдат, не знает, что делать, или идти вперед, или оставлять его, сразу зовет санитара. Ведь бросить не может, но и оставить нельзя. Как мылись, стирались. Полно вшей было. Во время боев было не до мытья, а когда отводили в тыл на пополнение или отдых, то только там и мылись. Зимой, в снег, мы натягивали большие альпийские палатки, в бочках нагревали воду. И вот прямо там мылись. На волю выходили мокрые, другого выхода не было. Правда, давали чистое белье. А вшивые были все, и солдаты, и офицеры. Деваться некуда на передовой от паразитов. Женщины в части были? Да, санитарки были в батальоне. В Санбате также врачи женщины. Командный состав имел и любовниц. ППЖ были. Начиная от полкового уровня. Это я хорошо знаю, видел. Но вот радисток или связисток у нас в батальоне не было. А в полку я как-то не обращал внимания. Кроме того, где движение транспорта на дорогах, то регулировщиками были в основном женщины. Были ли вы все время убеждены в неминуемом поражении немцев и в нашей победе? Да, мы были уверены. Я лично, и солдаты мои даже под Москвой пребывали в такой уверенности. Редко кто верил в обратное и перебегал к немцам. Хотя такие случаи и были. У нас, правда, в дивизионном артполку был один случай, что контрразведка СМЕРШ искала бойца по фамилии Политаев. Пропал он. Нет его, и все. Всех спрашивают, куда он делся, никто не знает. Оказалось, что он попал в плен, оттуда бежал, поступил во Франции в сопротивление и получил звание Героя Франции. И потом, после войны, узнали мы о его геройской смерти во Франции. А до этого СМЕРШ думал, что он перебежчик. У них тогда только такие мысли были в голове. С особистами сталкивались? Да, они делали свое дело, вербовали отдельных солдат и даже офицеров, чтобы те своевременно сообщали мнений солдат о перебежках. Я считаю, что у них такая работа была. В тот период надо было выявлять нестойких. Но я с особистами не занимался ничем таким. Нашему Мишу Шатову и СМЕРШа я сразу сказал, когда он начал ко мне подбираться, знаешь что, ты меня не вербуй. Если попадется, то я сам к тебе приду и скажу. Мы с ним дружили, у него голос был чудесный, пел замечательно. В другой раз встречу его в лесу, спрашиваю, Миша, что ты в лесу делаешь? Он в ответ, шпиона ищу. Без шуток нам тоже нельзя было. Частенько где-то доставали спирт и по сто грамм выпивали. А дивизионный СМЕРШвиц Саша, так тот был украинцем. После войны его сразу сняли. Оказалось, что его брат на Украине был каким-то полицаем. После войны как-то я его в ГУМе в Москве встретил. Оказалось, что он женился на одной латышке и в Прибалтике остался жить. Деньги какие-то на руки, как офицер. Вы получали? Да, оплатили зарплату четко. Всю я ее отправлял матери в город Андижан, Узбековский СССР. Зарплата у меня была солидная, тысячу с чем-то. Мне на фронте эти деньги не нужны были. Замполитами не встречались? Ну как же, конечно, куда от них денешься? Многие командиры не любили их, особенно когда они вмешивались в боевые дела. Но многие, особенно начальник политотдела 9-й гвардейской дивизии Бронников, помогал командиру, понимаешь? Во всех делах с Белобородовым вместе действовали, были дружны. Наш замполит 3-го батальона с кажданом дружил. Замполиты, они ведь тоже нужны были. Не все солдаты, прибывшие на фронт, могли правильно оценить обстановку, ее надо было обьяснять. У Хоменко был замполитом Терешков. Мне с ним как-то в одном лесу еще до Витебска перед высотой в лыжном штурмовом батальоне служили вместе, расположились в лесу, вечер, темно уже. И тут неожиданно с противоположной стороны немцы с гаммом и шумом на нас напали, все в панике, а мы на пушке, кто назад побежал, ведь такая орава налетела, и тогда мы с замполитом остались на месте. Я не мог добежать до своего взвода, и мы с автоматами отбивали немцев. Многие остались, комбат был, потому мы и отбились. Терешков был человек храбрый, нормальный воин. С власовцами не сталкивались? Нет, не сталкивался, но всегда думал, что если он мне попадется, то я его в живых не оставлю. Как кормили на передовой? Вы знаете, было время, когда мы очень голодали. К примеру, лошадь где-то ранили, так мы набрасывались, каждый стремился себе кусок мяса отрезать, а она еще дрыгается, и вот один раз мы были такие голодные, что сидели и ждали, когда пойдем в наступление. У немцев всегда было много припасов, так мы использовали их, когда кусок конина отрежешь. Когда в сожженной деревне погреб нашли, кое-где картошки отыскали. А один раз немца выгнали, но жратвы не нашли, отыскали такие брикетики. Я посчитал, что это была приготовленная для сухпайка капуста, и вот с кониной котелка уже не было, повыкидывали и побросали, чтобы вперед было легче бежать в атаку. Оказалось, что это у немцев был концентрат для лошадей. Ты жуешь, не жуешь, глотаешь на вкус как мыло, но главное, что желудок набит у тебя. В другой раз в деревне Харчим капитально разжились, сняли внутреннюю амортизационную прокладку у Каски, и там приготовили себе суп с картошкой и свининой. Отъелся я только на короткосрочных курсах младших лейтенантов, ну а когда мы уже стояли в обороне в Литве, то подъезжали наши повара. Если он как лошадь ржет, значит овсянку привез, если кут-кудахчет, то тогда пшенка. Сухпайок выдавался? Да, обязательно. В него входили сухари, сахар, иногда было что-то, пшено, чтобы в котелках могли сами приготовить. А когда американцы нам присылали в банках колбасу, ее тоже давали. Это был праздник, они нас консервами сильно поддерживали. На фотографии Боевое красное знамя 31-го гвардейского краснознаменного стрелкового полка 1945 год Июнь 45-го Мир Победа По решению Верховного Главного Командования, которым руководил Иосиф Виссарионович Сталин, решено провести парад в честь победы над фашистской Германией. Мне посчастливилось участвовать в этом параде победы 24 июня 1945 года в Москве. Подготовка началась почти сразу после капитуляции фашистов. Стали формироваться на фронтах сводные полки. Из нашей дивизии выделялось 10 человек. Помню командир дивизии, сын казахского народа, гвардии полковник Баурджан Мамыш Аулы. О нем создан фильм как бывшем командире батальона 8-й гвардейской панфиловской дивизии. Раза три прошел вдоль строя 31-го стрелково-краснознаменного полка, чтобы отобрать одного воина. В третий раз остановился возле меня. Так ты говоришь, какой тебе рост? 171 сантиметр, товарищ гвардии полковник. Возьмешь поменьше головной убор, чтобы не очень надевался на голову. Так мне прибавили недостающие 4 сантиметра. Как известно, для участия в параде победы при подборе учитывались не только заслуги, но и рост. В течение месяца мы занимались строевой подготовкой. В Кёнигсберге, где проходила первая репетиция, нашу готовность проверял командующим первым Прибалтийским фронтом генерал-армии, впоследствии маршал, Иван Христофорович Баграмян. Затем строевая подготовка проходила в Москве на площадях, закрепленных за каждым сводным полком в ночное время с часу до пяти часов утра, когда прекращалось движение транспорта. Дважды ночью проводились генеральные репетиции под руководством маршала Георгия Константиновича Жукова с участием всех командующих фронтами. И вот, наконец, наступил этот долгожданный день 24 июня. Над головами воинов, выстроившихся на Красной площади в парадных мундирах, взвелись боевые знамена. 9 часов 45 минут. На трибуну мавзолея Ленина поднялись руководители партии правительства. Куранты Спасской башни начали отбивать минуты до 10 утра начала парада. Не успел пролететь над площадью звук 10-го удара, как раздалась команда смирно. Командующий парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский на вороном коне устремился навстречу выехавшему из Спасских ворот на белом коне маршалу Советского Союза Георгию Жукову, принимавшему парад. Площадь замерла. Отчетливо слышен четкий рапорт командующего парада. Жуков в сопровождении Рокоссовского объезжает войска и поздравляет с победой. Мощное раскатистое «Ура» сопровождает маршалов. Огромный сводный оркестр выходит на середину площади и исполняет славься. Маршал Жуков поднимается по ступеням мавзолея и от имени и по поручению Центрального комитета партии и Советского правительства поздравляет воинов, весь советский народ с великой победой над фашистской Германией. Наступил самый ответственный для нас момент. Рокоссовский подал команду о начале торжественного марша. Открыл парад сводный полк Карельского фронта. За ним пошли представители Ленинградского. Поворачивая у здания исторического музея шли строевые шеренги воинов Первого Прибалтийского фронта, с которыми мне выпала честь принимать участие в параде. Мы чеканили шаг по брусчатке Красной площади с чувством исполненного долга перед Родиной. Когда последние шеренги сводных полков миновали мавзолей, торжественная музыка сменилась барабанной дробью, под аккомпанемент которой двинулась удивительная колонна. Советские воины несли склоненные до земли штандарты разгромленных фашистских соединений. Поравнявшись с мавзолеем и четко повернувшись к нему, они бросили вражеские стяги к его подножью. Эта впечатляющая картина теперь благодаря кинохронике знакома миллионам людей. Она напоминает о словах Александра Невского, одержавшего победу над немецкими рыцарями. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Так было и так будет всегда. После парада победы по приказу Сталина нам, участникам парада, предоставили отпуск. Еду к родным в Андижан и по дороге представляю, как войду к своей родной учительнице и скажу, Галина Григорьевна, ваш наказ выполнен. И снова в бой. После отпуска вернулся в полк и приступил к оперативной службе как первый помощник начальника штаба полка. Полк располагался в городе Мариамполе, Литовской ССР. Страна готовилась к выборам в Верховный Совет СССР, которые были назначены на 10 февраля 1946 года. Полку было дано задание установить охрану на избирательных участках, в том числе в небольших деревнях и хуторах, разбросанных по району, так как в этот период свирепствовали литовские бандиты, периодически выползавшие из лесов и обстрелившие избирательные участки. Накануне выборов новый начальник штаба полка майор Кондратьев, прежний уехал на учебу в Москву, прибывший из академии, решил объехать участки, проверить охрану. На Яонземском участке при бандитском обстреле его ранили, о чем по рации сообщили в штаб дивизии. Над штаба дивизии прибыл к нам в полк, говорит мне, твоего начальника ранили, иди и выручай его. Я ответил, товарищ гвардии, полковник, если надо, то я готов. Создаю боевой отряд из 12 человек из полкового взвода разведки. Мы тогда все еще были в простой солдатской форме, вооружая автоматами и гранатами F1, и мы на додже три четверти выезжаем к месту назначения. По пути, когда мы уже приближались к Яонземе, впереди был лес, уже темно, шофер мне говорит, товарищ капитан, фары надо включать. Но я отказал, ведь только недавно ранили Кондратьева, бандиты могли быть недалеко, свет фар нас бы выдал с головой, а звук в лесу изменчив. В одном месте идет, окажется совсем в другом. Кое-как по этим лесным дорогам мы выехали на противоположную опушку и начали уже спускаться на машине в овраг, и уже на той стороне участок виден, и вдруг отряд был обстрелян с опушки леса. Я смотрю, мы были еще в овраге, над нами пули так и свистят. Что делать? Я останавливаю машину, разворачиваю свою группу и принял решение вступить в бой, хотя неравный, так как бандиты превосходили численностью нашу группу. Мы пошли прямо на этих бандитов, стреляя из автоматов. К нашему счастью, подоспели подразделения пограничных войск. Оказалось, что они также преследовали бандитов и из-за стрельбы подошли к нам. Я слышу, что сзади кто-то говорит по-русски. Посылаю солдата, он сообщает пограничникам о месте боя. Мы тем временем продолжаем с бандитами перестреливаться, а как пограничники подошли, то начали мы их гнать. Часть бандитов была уничтожена. Часть отступила и укрылась в глубине леса. Пограничники продолжили их преследовать, загнали вглубь леса, а мы поехали к избирательному участку. Было уже темно. Выезжать с раненым начальником штаба в обратный путь было опасно. Я попросил у майора разрешение дождаться утра, он согласился. Мы посидели, но не спали. После благополучного возвращения в часть Кондратьева отправили в госпиталь, в Каунас. А мне временно пришлось исполнять обязанности начальника штаба 31-го краснознаменного стрелкового полка. Наши стрелковые подразделения были на избирательных участках, имея приказ не допустить срыва выборов со стороны оставшихся группировок литовских бандитов. Потери у нас в полку были. Литовские бандиты свирепствовали по лесам. Потом продолжалась обычная мирная служба. Я готовился к поступлению в военную академию имени Фрунзи в Москве, но на кружной медкомиссии меня забраковали по болезни, хроническое слезоточение. Пришлось забыть о дальнейшей службе. И вот приказом по Прибалтийскому военному округу я был демобилизован в апреле 1946 года. Вернулся к родным Мандижан. Невидимая нить. Вскоре встретил свою любовь, Леночку, Елену Григорьевну Захарову, девичья фамилия Херунцева. Она родилась в 1924 году в Ашхабаде. По окончании Ашхабадского государственного медицинского института 1948 год переехала ко мне в Андижан. Мы поженились в 1947 году. Вырастили троих детей. Эмма родилась в 1953-м. Как и мама стала врачом. Арсен 1956-й музыкант. Татьяна 1957-й пошла по моим стопам. Товаровед. Моя Елена Григорьевна до ухода на пенсию работала в Симферопольской железнодорожной больнице врачом. Увы, ее нет с нами уже почти 11 лет. 21 октября 1998 года она скончалась. Но все это будет потом. А тогда в 1946-м демобилизовавшись я не имел гражданской специальности и как член партии обратился в обком. Направили в областной совет депутатов трудящихся на должность помощника председателя. Одновременно поступаю на заочное отделение в Ташкентский техникум советской торговли, который оканчиваю с отличием в 1954-м году по специальности товароведения промышленных товаров. По окончании техникума получив диплом товароведа перехожу на должность директора Ленинского горторга Андижанской области. Параллельно заочно обучаюсь во Всесоюзном институте советской торговли в Москве на экономическом факультете. В 1961-м году заочников из Узбекистана передают Самаркандскому государственному кооперативному институту, который оканчиваю в этом же году со специальностью экономист высшей категории. Работая директором горторга, был избран депутатом Ленинского горсовета. В 1963-м году переехали в Симферополь, где жила старшая сестра Мария Самсонова. Год работал директором хозрасчетного объединения магазинов по торговле хозяйственными товарами Симферопольского горпромторга. Затем в сентября 1964-го директором Крымской областной оптовой базы Украхосторга. Избирался депутатом трех созывов Киевского районного совета депутатов трудящихся Симферополя. В апреле 1983-го года ушел на персональную пенсию республиканского значения, но продолжал работать. Два года начальником профилактории птицефабрики Южная в поселке Николаевка Симферопольского района. В 1986-м году на Совете Крымского Республиканского Общества Охотников и Рыболовов как охотника с большим стажем избрали членом Совета на общественных началах выполнял обязанности председателя народного контроля. Через три года введен состав президиума и отвержден на штатную должность заместителя председателя Крымского Республиканского Общества Охотников и Рыболовов, где проработал 14 лет. Являюсь почетным членом Украинского Общества Охотников и Рыболовов, указом Президиумом Верховного Совета СССР награжден Орденом Отечественной Войны первой степени как активный участник Великой Отечественной Войны, а указом Президента Украины от 14 октября 1999 года был награжден Орденом Богдана Хмельницкого. Хотя и давно на заслуженном отдыхе стараюсь не сидеть без дела, принимая активное участие в общественной жизни как в Совете Ветеранов Войны, так и в Крымском Армянском Обществе. В сентябре 2002 года награжден грамотой почетный член Крымского Армянского Общества, позже медалью Айвазовского и золотым знаком Общества. Стараюсь по мере сил больше общаться с молодежью. За участие в патриотическом воспитании также отмечен многими грамотами Организации Автономии Украины. Ведь от кого, как нет настоящих свидетелей войны, прошедших с боями от июня 41-го до мая 45-го узнают они правду. Правду о самой страшной, трудной, жестокой битве. Правду о славных боевых и трудовых подвигах народа-победителя. Если будут знать, понимать, чувствовать, значит будут хранить этот хрупкий мир, спасенный их дедами и прадедами. Еще в период боев на фронте Отечественной войны мечталось остаться в живых и прожить хотя бы 5 лет в мире и спокойствии. Мир представлялся как чудо, настолько мы устали от войны. Слава Богу, жизнь подарила гораздо больше времени наслаждаться этим миром и подарила возможность рассказать потомкам о своих боевых товарищах, о свидетелях тех героических лет. В славных биографиях фронтовиков живая история. Ее надо знать, ею гордиться. Как говорил незабвенный Александр Пушкин, гордиться славой своих предков не только можно, но и должно, ведь сердца героев отцов и дедов бьются уже в их сыновьях, внуках, правнуках. Невидимая нить, связь поколения. Интервью и литературная обработка Юрий Трифонов Конец интервью читал Олег Лобанов Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...